Продольные колебания и поперечные волны. Другими словами, мы с вами переходим к изучению вопросов, связанных с волнами. То есть поговорим о том, что такое волна, как она появляется и чем она характеризуется. Надо подчеркнуть очень важную особенность. Особенность заключается в том, что могут существовать не только колебания, как мы себе их и представляем, тело, совершающее колебания, повторяющееся движение с течением времени. Но оказывается, возможно еще распространение этих колебаний в среде. Другими словами, мы должны с вами отметить следующее, что в данном случае может распространяться состояние колебания. То есть, понимаете, разницу, значит, есть колебания частиц, а есть распространение состояния колебания. Вот это распространение состояния мы с вами очень часто и наблюдаем на поверхности воды. Ну а теперь давайте с вами перейдем к обсуждению вот этого распространения. Вот для того, чтобы обсудить возможность существования колебаний в среде, мы должны с вами в первую очередь, конечно же, определиться, что же такое плотная среда. Плотной средой мы с вами будем называть такую среду, которая состоит из большого числа частиц. Ну, конечно же, это атомы и молекулы. И с другой стороны, мы с вами должны подчеркнуть, что взаимодействие этих частиц очень близко к упругому взаимодействию. То есть упругая среда — это среда плотная, которая напоминает своим взаимодействием частиц упругое взаимодействие. А вот теперь давайте представим следующий мысленный эксперимент. Вот в такую среду мы с вами поместим шар. И этот шар будет сжиматься, уменьшаться в размерах, а потом расширяться наподобие биения сердца. Что же в этом случае будет наблюдаться? В этом случае частицы, которые прилегают вплотную к этому шару, будут повторять его движение, то есть удаляться, приближаться, и тем самым они будут совершать колебания. Но поскольку эти частицы взаимодействуют с другими, более удаленными частицами от этого шара, то, соответственно, они также будут совершать колебания, но уже с некоторым запаздыванием. То есть частицы, которые к этому шару прилегают вплотную, совершают колебания. И это колебание будет передаваться другим частицам, более далеким. И таким образом колебание будет распространяться по всем направлениям. Вот обратите внимание, распространение состояния колебания в данном случае произойдет. Вот такое распространение состояния колебаний мы и называем волной. Можно сказать, что распространение или процесс распространения колебаний в упругой среде с течением времени называется механической волной. Обращаю ваше внимание, что тогда, когда мы говорим с вами о таком процессе возникновения этих колебаний, распространения этих колебаний, надо говорить о том, что они возможны только в том случае, если у нас существует взаимодействие между частицами. То есть, другими словами, волна может существовать только тогда, когда есть внешняя возмущающая сила, читай, внешняя, да, вынуждающая сила, и, конечно же, силы, которые противостоят действию этой силы. То есть, в данном случае, это силы упругости. Как мы с вами уже говорили, вот процесс распространения колебаний происходит с некоторым запаздыванием. То есть, в данном случае, мы говорим о времени распространения. Вот процесс распространения в данном случае будет связан с тем, какова плотность и какова сила взаимодействия между частицами данной среды. И вот здесь необходимо отметить очень важную вещь. Волна в данном случае, мы должны с вами это хорошо понимать, не переносит вещества. Ведь частицы совершают колебания возле положения равновесия. Но вместе с тем, волна переносит энергию. Вот это очень важная вещь. И в данном случае, конечно же, необходимо сразу проиллюстрировать это вот такими волнами, как цунами. То есть, в данном случае, вещество не переносится волной, но волна обладает такой энергией, переносит такую энергию, которая приносит большие бедствия или может принести большие бедствия. Итак, какие же волны встречаются у нас в природе? Ну, на самом деле, волн, разновидностей волн очень и очень много. Мы о каждой из них поговорим в свое время. А поскольку сегодня мы говорим с вами о механических волнах, то надо отметить, что существует две разновидности. Это волны продольные и волны поперечные. Что же такое продольные волны? Вот выясняется, что продольные волны встречаются чаще всего. Эти волны могут существовать во всех абсолютно средах. И вот тот пример с пульсирующим шаром внутри плотной среды — это как раз пример образования продольной волны. Что собой представляет такая волна? Такая волна представляет собой распространение в пространстве с течением времени возмущений определенных. И эти возмущения выглядят следующим образом. Существует уплотнение среды и разрежение. То есть там, где частицы близко подходят друг к другу и находятся на сравнительно большом расстоянии друг от друга. Вот это чередование уплотнений и разрежений и представляет собой продольную волну. Еще раз повторюсь, что такая волна может существовать во всех средах — жидких, твердых, газообразных. Что же касается поперечной волны, то поперечная волна может существовать только в твердых телах и еще, говоря, на поверхности жидкости. Связано это с тем, что в данном случае играет роль деформация, одна из разновидностей. А деформации такие могут существовать только в твердых и на поверхности жидкостей. Обращаю ваше внимание, что скорость распространения продольных и поперечных волн разная. Соответственно, об этом у нас речь еще будет впереди. А сейчас давайте посмотрим, как на рисунке изображаются продольная и поперечная волна. Итак, посмотрите, пожалуйста. Продольные волны это тогда, когда частицы совершают колебания вдоль направления распространения волны. Вот представьте себе, что в данном случае волна распространяется вдоль оси Х, скорость направлена вдоль оси Х. Волна движется в этом направлении. А частицы совершают колебания вдоль этой оси, вправо-влево. В результате у нас с вами эту волну пронаблюдать, почему-то волну цунами очень тяжело увидеть, заметить ее. Дело все в том, что никаких гребней, никаких впадин у такой волны нет. Она смещается вправо и влево, частицы смещаются, и, соответственно, волна образуется именно таким движением. Соответственно, скорость таких волн достаточно может быть велика. А вот что касается поперечных волн, то частицы совершают колебания вверх и вниз, обратите внимание. И в этом случае такую волну мы с вами довольно часто видели. Это на поверхности воды с ярко выраженным гребнем, впадиной. Обратите внимание, еще раз повторюсь, что волны не переносят вещества, но переносят энергию. В заключении нашего сегодняшнего урока мне бы хотелось отметить, что мы с вами поговорили о двух разновидностях волн, механических волн, продольных и поперечных. И сказать еще хотелось бы о том, что, естественно, связаны эти волны, чаще всего их распространение, скорость этих волн с плотностью среды в первую очередь. На следующем уроке мы с вами познакомимся с характеристиками волн. А тема нашего сегодняшнего урока закончена. До свидания.